Так, ну что, всем привет, обзор рынка криптовалют, делаю по фасту, сейчас у нас доминация растет и идем, соответственно, на подъем к 42%, посмотрим, сломают ли у нас это поджатие, либо нет, сейчас у нас без 8 минут 10, вернее 9 вечера, 26 сентября, давайте перейдем сразу к монетам, чтобы не жевать сопли, не тянуть айзину, да, вы любите, когда по-быстрому обзор, в общем, у нас биток валился, в моменте все это дело выкупили, ну, как я и говорил, в идеале нам не идти ниже 40 тысяч, То же самое, что была вот здесь ситуация, видите, нисходящий тренд, нисходящий тренд, здесь якобы тоже нас вот так вот проваливают, да, и все, как бы, пиши, пропало, и, соответственно, вот у нас такая печальная ситуация, нас провалили, и многие там паниковали, что вот, мы там валимся вниз, там туда-сюда, но по большому счету тут паниковать смысла никакого нету, потому что все это восстановится, я уверен, ну, то есть, если все-таки нас провалят, это, конечно, будет печальненько, потому что это все и попеи могут затянуть, Но, зато, посмотрите на это с другой стороны, здесь мы можем довольно-таки легко улететь на стопах, как это было вот здесь вот, да, вот, в дальнейшем, ну, то есть, я жду обратное закрепление 45, 50, ну, и пошли по нарастающей, вот, по эферу тоже нас выкупили, ниже 2800 мы не пошли, по XRP в моменте, кстати, валимся, я смотрел, мы отрастали, но, опять же-таки, за доллар провалились, вот, по остальным монетам, давайте, по БР мы пройдемся, По йоте продолжаем валиться, по стеллару ничего, стоим на месте, кстати, совпадение не думаю, лоу здесь у нас 26 центов, вот, как я и проводил, по Аде Кардана, ну, по Аде Кардана находимся в хаях, сейчас бы не торопился бы, потому что у нас, видите, такое поджатие вниз Здесь, вот, дальше, что у нас еще, нео, кьютом, давайте, нео, по нео валимся, по кьютому валимся, по Zcash валимся, ну, короче, пока ничего интересного, по монетам, ну, давайте, всеми любимый АИФ, АИФ валится, TVT спрашивали часто, по TVT тоже продолжаем валиться, ну, по TVT тут вообще ситуация такая, видите, нисходящий канал у нас, я понимаю, что можно тоже сказать, что вот мы там выстрелили вниз, кстати, кто смотрел уже бой Усика и Джошуа, можете поставить плюс в комментах, не знаю, что-то решил так упомянуть, вот, поэтому, такие дела, вот, по Солане тоже продолжаем валиться, посмотрим, закрепимся за 140 долларов, либо нет, по Луне, пока что, ну, рост он и закончился, по АВАКСу, что, по АВАКСу, ну, то же самое, восходящий канал, ну, учитывайте, что ситуация может быть один в один, как по Аде, видите, то же самое, можем легко вот так вронестись по стопам, поэтому, кто сейчас заходит, очень сильно рискует, вот, ну, потом не говорите, что я вас не предупреждал, вот, по-моему, Коти простреливала недавно, вот, видел, вот, что еще, а, еще, по-моему, монета CVP, меня спрашивали, в закрытом клубе, я, кстати, отписал, и можно было по ней тоже, если кто-то заработал, можно было по ней тоже заработать, порядка там, ну, за час, видите, она выстрелила, пролетелась по стопам, довольно-таки сильно, плюс еще пам был мощный, вот, тоже давал точки фиксации, меня в клубе спросили, я, соответственно, человеку отписал по поводу нее, вот, поэтому, такие дела, ну, кстати, она торговалась к BUSD, а, почему не рекомендовал данную монету, ну, потому что, видите, она так хаотично ходила, и смысла по большому нету, и то, что произошел этот памп, это, по большому счету, рандом, ну, кто успел заработать там и взял там свои иксы, пускай даже отсюда, ну, я не знаю, 2ТХ как минимум, но если вообще полностью все движение, ну, 7Х, ну, я сомневаюсь, что кто-то взял все движение, ну, может быть, иксов 4-5 взяли, ну, прям аж все, ну, сомнительно, 38 лямов был памп, ну, по сравнению с тем, что тут максимум 1 лям было, ну, это действительно мощный памп, и, скорее всего, она больше пампится, не будет, вот, поэтому, такие дела, по остальным монетам, в целом, ничего интересного, ну, SLP, единственное, мне интересно, гляну, ну, дальше валятся, то есть, мне многие писали еще вот здесь, я помню, ой, то ты дебил, типа, что ты не рекомендуешь ее закупать, но она упала еще на 60%, ну, опять же таки, может, я ошибаюсь, она там потом улетит до 1 доллара, но, как бы, сейчас перспективы какие-то сомнительные, и, как по мне, монеты, скорее всего, скоманет, вот, либо в топ, в топ 4 в 0, вот, поэтому, такие дела, ну, по остальным монетам тоже ничего интересного, ожидаем восстановления, можем глянуть ТТТФ, ну, тоже удерживать те же самые отметки, ниже пока сильно не падаем, ну, по кейку давайте глянем, по кейку тоже самое, надо закрепиться обратно за 20 долларов, вот, поэтому, такие дела, не буду затягивать, в целом, смотреть пока нечего, рынок продолжает, ну, постепенно топчется на одном месте, я бы сказал бы, будем смотреть, будем наблюдать, альты пока валятся по битку, ситуация вот такая вот, что сейчас нас выкупили, ну, а обратно в моменте пытаются завалить, вот, поэтому жду закрепление обратно за 45 тысяч и дальнейшего движения наверх, поэтому посмотрим, что будет в ближайшем, ну, вот, 2-3 дня, может быть, не решится, ну, я думаю, дня 3-4 в целом выйдем из этого канала, либо пойдем ниже 40 тысяч, но, опять же таки, учитывайте, что если все-таки пойдем, то это будет падение ниже, ну, вернее, затянется это все накопление на месяц-два, ну, месяца-два это минимум, ну, я считаю, даже до нового года, вот, поэтому такие дела, и, кстати, хотел небольшую мотивашку вам сказать, что действительно до нового года осталось 3 месяца и, может быть, сколько там, 5 дней, да, грубо говоря, ну, может быть и неделя, но задумайтесь действительно, а все ли вы сделали в этом году и все ли цели вы достигли и все, что вы хотели, все-таки вы сделали, вот, потому что я помню, сидел, у меня был случай, ну, я вкратце, минутка философии, кто захочет, может, закрыть видос, просто я помню, сидел в январе месяце и в январе и феврале, вот, буквально, только-только, да, вот, уже конец сентября, я помню, сидел и думал, блин, вот, действительно, я помню, даже какой-то видос или, там, вебинар на ютубе смотрел, уже не помню, какой, там тоже говорилось, что вот ты потом, в начале следующего года, вот, 22-го, там, да, ты просто вспомнишь эти слова и подумаешь, а все ли ты реализовал, и ты вот постоянно, кто-то из вас по-любому что-то откладывает, и я в том числе, то есть, постоянно что-то может откладывать или не реализовывать свои какие-то цели, ну, то есть, потому что думаешь, что это сложно, это надо, там, напрягаться, да, или еще там что-то, или, допустим, сейчас не до этого, кажется, вот, действительно, задумайте, что вы хотели реализовать и подумайте, вот, я всегда себе такую мотивацию даю, вот, если бы мне осталось жить, ну, вот, один день, да, что бы я сейчас сделал, или, там, один месяц, то есть, что бы я сейчас сделал, я бы сидел бы, занимался херней, да, там, развлекухой, либо я бы пошел бы, реализовался бы и потом бы начал, ну, скажем так, на свою вот эту реализацию, Ну и реализация это что? Это деньги в нашем мире, да, и на эту реализацию я бы поехал, бы там попутешествовал, либо еще что-то, либо там как-то развился, ну то есть, понятное дело, саморазвитием бесконечно нет смысла заниматься, но я вот просто вспомнил такой момент, что, понимаете, время пройдет так и так, я вот с каждым годом это осознаю, и мне даже, несмотря на мой там, скажем так, относительно юный возраст, да, вот, я все-таки осознаю, что время пройдет. Пройдет так и так, если ты сегодня не занимался делом, ну да, можно себе позволить отдыхать, я не говорю, что надо вкалывать 24 на 7, но если ты не реализовался, если ты понимаешь, что тебе еще надо пахать и пахать, то действительно все-таки отдых себе надо меньше позволять, вот, можно позволить, потому что так крышак может поехать, потому что я рассказывал, я когда изучал кайпту, я по 12-14 часов в день, без развлекухи, без ничего, я вот так вот реально, пахал, ну я ни в коем случае не хвастаюсь, просто действительно было очень тяжело, но я понимал, что без этого никак, потому что, ну, у меня настолько было жесткое желание реализоваться и как-то, чего-то достичь, мне не хотелось идти на наемную работу, то я действительно начал изучать это дело и работать и над ютуб каналом, потом начал ролики по 3-4 там ролика в день делать, это действительно очень тяжело, особенно поначалу, когда у тебя нет результата, но потом, когда у тебя все получается, то действительно, самое главное еще удержать результат, достигнуть результата, это одно дело, но самое сложное это удержать, вот, я думаю, многие со мной согласятся. Вот, и основная мысль, которую я хотел донести, что вот, когда начнется 22-й год, подумайте, что он может пройти очень быстро, как прошел 21-й, вот я не ожидал, на самом деле, я заметил, когда ты либо счастлив, либо ты занят каким-то делом, время проходит очень быстро, а если эти две вещи еще и совмещаются, да, то есть, ты там поработал, потом там, где какие-то счастливые моменты есть, какие-то радости в жизни, это время проходит очень быстро, и я тоже думал, что вот там лето, так много времени, да, там по итогу 3 месяца просто пролетело, да, и все, вот, и уже 1 месяц весны, и вот задумайтесь, действительно, осталось, ну, если округлить 3 месяца, осталось, смотрите, у нас октябрь, ноябрь, декабрь, то есть, успеете ли вы какую-то цель свою реализовать, или хотя бы попытаться начать создать свой какой-то проект, либо еще что-то, то есть, действительно, вот сядьте, отключите все телефоны, отключите там, не слушайте музыку, ничего там, ни фильм не смотрите, просто сядьте в тишине и подумайте, действительно, а всего ли вы достигли, вот я тоже часто себе такие вопросы люблю задавать, и я просто думаю, стоит мне сейчас сидеть и развлекаться, или стоит ли мне там идти с друзьями гулять на улицу, да, или стоит ли мне там на велике идти кататься, или еще там что-то, или в кафешку пойти посидеть, понимаете, либо мне стоит действительно лишний час посидеть, поработать и достигнуть какой-то цели, вот и все, вот, поэтому это, на самом деле, очень сильно мотивирует, потому что ты никогда не знаешь, тем более с этой пандемией, да, ну, умереть можно, на самом деле, в любой момент, тут я, на самом деле, вспоминаю, что были неприятные моменты в жизни, когда действительно, ну, был я на грани тоже там, ну, не то чтобы смерти, но бывало, много раз такое, ну, как пример можно повести, бывает, ты через дорогу переходишь, и тебя чуть ли машина не сбивает, ну, а потом каким-то чудом ты, ну, либо успеваешь перебежать, либо вовремя увернуться, там, либо еще что-то, ну, таких случаев у меня неоднократно были, вот, не то, что я там невнимательный, а потому что, ну, действительно, бывает, ты не успеваешь сориентироваться и идешь по пешеходному переходу, а тебя чуть ли, ну, какое-то мудило не давит в тупую, да, и гоняет по городу больше, там, сотни километров в час, вот, поэтому такие дела, и действительно, призадумайтесь над этим, я понимаю, что, может, не все дослушали до конца, но кто заслушал, можете прокомментить, было ли у вас такое, потому что я вот сижу и думаю сейчас, что действительно время проходит очень быстро, очень быстро, я вот, когда начал заниматься криптой, это два года назад было, и, действительно, вот, два года прошло, я просто офигеваю, если так задуматься, вот, реально, два года прошло, это действительно, ну, такой, вроде бы, не то, чтобы большой период, но и не то, чтобы маленький, Но вот реально 2 года прошло и ты охреневаешь Ты вот вспоминаешь вроде бы только-только ты начал Или там только-только ты Я вот год назад начал вести активно Ютуб канал, год прошел, год Действительно если так призадуматься Время действительно очень быстро пролетело Особенно когда я херачил, работал там Весной начал активные ролики Там у меня рекламу начали заказывать То есть я весна, лето И зима вот особенно Когда закрытый клуб появился Тоже я в нем активно работал И сейчас продолжаю Особенно когда у нас рынок пёры Надо было постоянно следить за позициями Приходилось постоянно отписывать, какие-то монеты закупать Какие-то продавать И соответственно людям на вопросы отвечать Помогать им с монетами Формирование портфеля И действительно это было очень интересно и круто И я рад что Я все-таки начал заниматься Этой темой И не только потому что деньги Да, деньги это отлично, это возможности, это ресурсы Это инструмент достижения твоих целей Инструмент для твоего отдыха Развлекухи, той же самой И реализация твоих хотелок Но по большому счету Ты понимаешь, что Да ты Действительно Сам кайф не то чтобы в заработке денег А в том, чтобы в самом пути Вот действительно Я никогда не Вот у меня много раз такое было Что когда ты достигаешь какой-то цели То у тебя приходит разочарование Потому что ты От результата Ты понятное дело Ты от пути Ну вернее от пути Ты не всегда можешь кайфовать Иногда себя надо заставлять И я скажу честно Я когда Начинал заниматься Ютуб каналом и кайптой Я себя в 80% случаев Я себя заставлял Вот действительно заставлял И не потому что мне не нравилось Чем я занимаюсь А потому что Когда результата нету Тебе очень тяжело Когда результат конечно появляется Но Ты понимаешь Что пока результата нету Или даже если он появился Тебе надо все равно В 2 раза больше А то и в 3 раза А то и в 5 раз больше Херачить Вот Потому что если ты сдашься Если ты остановишься То у тебя попросту все развалится Вот Все Потому что вот когда я на месяц Даже В июле там Или на сколько На 2 недели Я буквально пропал У меня просмотры на роликах Упали в 2-3 раза Вот И я сейчас более-менее восстановился Но Как бы В тот момент Я конечно Ну Понял что Действительно Если активность падает И ты перестаешь регулярно Публиковать ролики То Все это коту под хвост И Ну понятное дело Все восстановится Пойдут твои фанаты Пойдут новые Какие-то зрители Но Если ты подзабиваешь Если ты слишком расслабляешься И думаешь Что все Можно сидеть Ничего не делать Ну такого не будет Вот Постоянно надо поддерживать Особенно Если это твои там Какие-то собственные проекты Собственный интернет бизнес Да И так далее Вот Поэтому действительно Пой задумайтесь Все ли вы сделали В этом году И Поймите Что Если вы Хорошо Даже если вы не успеете В этом году Достичь какую-то цель Хотя бы начните Над ней работать Вот Хотя бы начните Это уже будет Вам мотивация дополнительная Что все пока сидят Там будут они Праздновать Новый год То есть Ну а что праздновать То есть Я считаю Праздновать надо Свои цели Действительно Я Новый год Ну не то что не праздну Ну да Праздник Как бы Я там могу елку поставить дома И Как бы Ничего в этом Зазорного не вижу Но Такое новогоднее настроение Там посмотреть телек И Ну Расслабиться Но по большому счету Я даже В Новый год Я помню Я работал Я изучал Кайпту И Все равно Ты как то Стараешься Реализовываться И Для меня Не было разницы Что у меня день рождения Что Соответственно Что Новый год Что праздник Что там еще что то То есть Мне абсолютно без разницы У меня Если стоят Какие то задачи Цели Или там Ну По работе Мне надо что то сделать По проектам Там по ютубу Либо по закрытым клубам Я все равно буду работать Вот Вне зависимости От этого праздник Не праздник Но большинство людей Они будут отдыхать Понимаете Отдых я себе сам могу сделать Если захочу Вот и все Поэтому Такие мысли Видос немного затянул Но я надеюсь Кому то это будет полезно И На какие то мысли Натолкнет Это Ну не то чтобы Я может В новый год Запишу тоже отдельный Видос на эту тему Или в обзоре Ринка криптовалют Тоже скажу Но вот Пока есть время Действительно ребят Я в том числе Я задумаюсь над этим Что мне еще надо сделать Как мне Как то улучшить Свой контент Либо еще что то Либо тот же закрытый клуб И Призадуматься Как можно Эффективнее Работать И так далее Вот Либо какой то там Я не знаю Какую то книжку Прочесть Либо какой то тренинг Еще что то Ну то есть Задумайтесь Действительно Все ли вы сделали Потому что Время пройдет И до нового года Осталось не так много времени То есть Осталось той месяца И многие думают Ты что Еще у меня там Получается Три месяца Я там могу Вообще Я все успею Но Вы не успеете Оглянуться Действительно Как время Пройдет Очень быстро Я тоже думал Что Там Вот Когда там Наступит Двадцать первый год Или там Двадцатый год Или там Еще что то Или двадцать второй Декод Он уже и наступает Понимаете И я вот За вот эти два года Что работаю С криптой Я понял Что Действительно Времени Очень мало Очень мало И Если у вас Допустим Стоит выбор Вот У меня Я помню Спрашивали Такое На что Стоит Тратить время Я считаю Стоит Тратить время Ну не тратить А инвестировать На свою Реализацию Потому что С реализацией Реализация Это что Это бабки Это деньги Вот Как только у тебя Появляются деньги Ты можешь реализовывать Все свои остальные желания Ты можешь себе Позволить Купить книги Которые ты хочешь Ты можешь себе Позволить Тренинги Которые ты хочешь Ты можешь себе Позволить Там я не знаю На какие-то конференции Вживую Там либо онлайн Съездить Да То есть Можешь Попутешествовать Можешь себе Там купить тачку Можешь себе Купить квартиру Можешь Родителям помочь Можешь родителей На отдых отправить Либо там Еще что-то Либо со своей семьей Куда-то съездить Деньги Это возможность Вот Но Понятное дело Надо тоже отдыхать, но если у вас не закрыт вопрос самореализации Я акцентировался на этом Акцентировался не на том, чтобы сходить лишний раз в кафешку Я вообще не развлекался, когда я начинал заниматься криптой Я вообще не развлекался, тупо вообще Да, я занимался, единственное, что я занимался спортом Если без спорта, это вообще крышак может поехать Но спорт это такой, скажем так, он стресс очень хорошо снимает И вообще загруженность по работе Вот, поэтому нужно это понимать Поэтому, ребят, сейчас, после этого видео Ну, если действительно до тех единиц, кто дослушали до этого момента Сядьте и посидите, подумайте, что вы можете сделать в следующем году Что в этом году вы не успели, либо хотите сделать Ну, вот такая минута философии от меня Ну, не то, что минута, 10 минут, там даже может больше Вот, но я надеюсь, хотя бы те единицы, которые меня услышат Или хотя бы один-два человека, которые это осознают Они действительно достигнут очень много в этой жизни Вот, потому что я считаю тратить время надо не на баб Не на какие-то непонятные свиданки Не на какую-то развлекуху Не на какие-то непонятные посиделки с друзьями Там какое-то просто бесполезное общение, понимаете Какие-то гульки, какие-то, может быть, даже пьянки, понимаете Ну, я вот не пью 4 года И я вообще ничего не потерял абсолютно Я не осуждаю людей, которые пьют, это их личный Но я считаю, ну, я попробовал То есть мне не понравилось И я тоже раньше выпивал Но сейчас смысла, ну, курить я никогда не курил И смысла в этом никакого не вижу Я пробовал кальян, но мне не понравилось Вот, поэтому и я ничего не теряю То есть трезвость ума И особенно, когда ты соблюдаешь питание И жим сна Занимаешься спортом Занимаешься своими делами, проектами То в целом у тебя ясность ума И действительно Соображаешь, что очень быстро И, соответственно У тебя какие-то креативные идеи Еще есть один такой фактор Многие об этом знают Что не слушать музыку Я вот помню, не слушал музыку где-то Как раз вот когда я начинал криптой заниматься Я вот попробовал Где-то я услышал, что За счет того, что ты музыку не слушаешь У тебя мысли очищаются И тебе начинают приходить новые идеи Особенно на ютуб канале Почему я тогда осенью Вот двадцатого года Начал активные ролики клепать Потому что Действительно У меня начали активные идеи приходить И когда ты не слушаешь музыку Вот два-три месяца Там полгода Вот Ну я максимум, по-моему, полгода не слушал Вот И у тебя настолько начинают новые идеи приходить И тебе приходят идеи буквально Ну вот спустя там, наверное, месяца два Тебе начинают два-три месяца Тебе начинают Может быть раньше кому-то придут Может спустя месяц Тебе приходят идеи А может быть это сделать Может такой проект Может такую идею Может это попробовать Может это Вот действительно попробуйте Если кто не пробовал Офигенная тема Вот тупо не слушайте музыку вообще То есть не ходите на мероприятия Где звучит музыка Не слушайте музыку на компе В наушниках То есть действительно мысли очищаются И, ну, многие, может быть, не поймут, типа, а как это так, а чё ж, я хочу там музыку послушать, ну, для многих это тяжело, да, но когда вы действительно поймёте, что это очень сильно помогает, и есть один минус музыки, я сейчас скажу его, многие его не осознают, то, что тебе кажется, что у тебя всю жизнь классно, что ты такой реализованный, вот я большинство замечаю, вот люди, которые особенно, ну, не в обиду этим людям, но действительно, которые ездят на машинах, ещё советского производства, тех же там, ну, неважно, у меня у самого, скажем так, была первая тачка, это Жигуль, но не вижу никакой в этом проблемы, ну, то есть это, по сути, машина моего отца была, да, вот, поэтому, и я на ней тоже катался, не вижу в этом ничего зазорного, но я вот замечаю, что, ну, понятное дело, музыку слушают и те, кто и на, там, и на рейнджах, и на панамерах ездят, ну, вот в основном, ну, тогда ты себе можешь уже позволить, скажем так, ничего в этом такого. Вот, ну, я заметил, что вот большинство людей, которые ездят там, неважно, на Ладах, на, ну, Лада, особенно Лада Пайора, я вот заметил, либо там Лада Гранта, неважно, либо ещё какие-то там, либо на Ланосах, либо, ну, то есть какие-то средненькие такие машины, вот, либо даже, ну, такого, ниже среднего уровня, они слушают музыку, и за счёт этого, понимаете, у них возникает ощущение, что у них в жизни всё классно, что якобы не реализованы, что ты там такой крутой чувак, что у тебя всё в жизни отлично, а потом ты приходишь домой, вот, 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 действительно, послушайте музыку и сравните потом ощущения, и потом вспомните про то, реализованы вы, либо нет, каких целей вы достигли, что вы из себя представляете. И я вот помню, я себя ловил на этой мысли, я думал, я просто понимал, что я просто ничтожество, что я ничего из себя не представляю, вот, и у меня такое, ну, такой осадок остаётся, и ты думаешь, блин, действительно, потому что, и дело не только в музыке, понятное дело, можно слушать музыку и достигать результата, вырубить нормальные бабки, я не отрицаю, вот, но, действительно, если ты ещё не слушаешь музыку, то это очень сильно помогает, не многие об этом знают, и, может, не многие меня дослушали, но, кто применит, не то, чтобы эти советы, ну, то есть, применять, либо нет, это ваше дело, я просто сказал, как у меня это было, вот, и если вы хотите максимально быстро реализоваться, максимально быстро, ну, понятное дело, придётся всё равно херачить и работать, вот, ну, а если, как большинство думает, что, типа, ну, это ж надо учиться, ну, если ты сам, сука, не можешь ничему научиться, ну, кто тебя научит, да никто, понимаете, поэтому нужно себя заставлять, нужно себя ломать, я помню, себя действительно очень сильно ломал, но оно того стоит, вот, многие могут не поверить, а что ты там себя ломал, но, когда они действительно пройдут этот путь, когда они реализуются, у них просто будет небывалое уверенность в себе, она как будет, как в общении с людьми, так и вообще по жизни, как там с девушками, неважно, то есть, ну, со всеми, понимаете, многие заметят, что вы очень сильно изменились, вот, мне об этом часто говорят, что я очень сильно поменялся, я не хвастаюсь ни в коем случае, просто озвучиваю, как оно есть, вот, то есть, большинство мне сказала, из моего окружения, там, даже, там, и знакомые, и друзья мне сказали, что ты очень сильно изменился, особенно за эти два года, я сказал, ну, да, потому что, ну, когда ты себя поломаешь, когда ты вот так вот поработаешь постоянно, да, и не то, что я себя там насиловал, да, буквально, что мне не нравилось, чем я занимаюсь, но, скажем так, приходилось заставлять, вот, действительно, когда нет результата, это очень тяжело, это действительно очень тяжело, и я несколько раз сдавался, но об этом можно более подробно в моей истории послушать. Вот, поэтому видос так затянулся, ну, кто захотел, тот дослушал, кто применит мои, скажем так, пожелания, рекомендации, кто запишет свои цели, или хотя бы призадумается о том, что он там сделал, что не сделал, какие у него планы, и что времени действительно мало, вот, меня очень сильно мотивировало, что, сука, времени действительно очень мало, очень мало дается на жизнь, и вот, хочется-то кайфануть, да, по молодости, там, от 20 до 30 лет, да, то есть, ну, или там до 35, съездить в путешествия, там, еще что-то, но большинство этого не делает, потому что у них в приоритете как? Пойти там сегодня поразвлекаться, вместо того, чтобы сегодня лишний час поработать, да, заставить себя, они выбирают, ну, понятное дело, эндокфины выделяются, то есть сейчас пойти там, пойти побухать, пойти пообщаться, ну, то есть большинство людей, как Брайан Трейси говорил, они занимаются каким-то бесполезным общением, социализацией, то есть какие там цели, какие там, какое там саморазвитие, понимаете, большинство людей, у них там цель это получить зарплату, пойти там на выходных побухать, либо пойти там прогуляться, либо пойти с телкой погулять, либо еще что-то, ну, то есть я ничего не вижу плохого, чтобы погулять там с девушкой, но когда ты реализован, ты можешь себе это позволить, понимаете, или хотя бы когда ты на пути, хотя когда ты на пути, наоборот, лучше херачить, потому что девушки приложатся сами собой, я вот это понял, то есть потому что, когда ты действительно начинаешь работать над собой, все с тобой хотят общаться, кто-то тупо из-за денег, понятное дело, кто-то, потому что ты можешь дать какой-то дельный совет, то есть как ты этого достиг там, либо, хотя я не считаю, что я многого достиг, я еще, я считаю, что это днище еще, по сравнению с тем, хотя многие мне говорили, что вот ты там достиг хороших результатов, я считаю, что это еще херня и мало, то есть можно достичь намного большего, чем я сейчас достиг, да, вот, поэтому я еще много могу рассуждать на данной теме, если кто хочет, могу отдельный видос записать, либо, ну, соответственно, ну, в общем, да, могу отдельный видос записать, либо на стриме можем об этом поболтать, кто хочет, можете написать мне в личку, вот, поэтому и можем без проблемы все эти темы обсудить, поэтому спасибо за внимание, всем удачи, всем пока и такие дела.